всем привет продолжаем играть fallout 2 и я продолжаю зачитывать книгу высококачественный код стива маконова котором обсуждаются высококачественный код советы как чё зачем почему сегодня как всегда мы продолжаем прошлый раз мы говорили о высококачественных методах какая там насколько объемный может быть метод именно методов сегодня начнем с советов по использованию параметров методов ну и пойдем дальше по книге кто еще не приобрел советую приобрести книга довольно таки хороша ну а для начала я загружусь в прошлый раз я там на чем-то закончил но дело в том что когда я записывал я заканчивал не на этом а я решил пробежаться еще здесь по этой дыре пробежаться что-то хотел найти у кого-то купить продать и там был такой квест в котором одна тетка попросила меня узнать слабое место в этой банды ну я подбежал просто с этим одним охранником поговорил анали типа у них вечером вечеринка соответственно вот здесь увидел что мне дали там 200 очков опыта и я понял что квест этот выполнил я побежал к этой тетке говорю так и так бухать они вечером будут ну типа короче вот или сегодня или никогда и эта тетка мне говорит пойдем с нами пойдем с нами типа мол убедиться чтобы ну что ты нас не подставил да я хорошо пошли что бы нет то есть я в принципе особо вмешиваться сейчас в этот бой не буду так как у меня ну не прокачано оружие в ближний бой вступать не хочу нет участок постою а потом подобиваю выживших если не окажется потому что потому что вот один уже из наших мертвых их тут вроде трое или двое двое два охранника а наших он было пятеро насколько я понял стало четверо ну короче кто-то кого-то убьет они три на три осталось ладно нет два на три уже надо короче вмешиваться попробую вмешаться надеюсь мы выиграли ну и для меня это как минимум еще выполнение второго квеста помочь им ну а как максимум еще что-то найду я у них пошарюсь по карманам ахты падла короче смотрю наши наверное проигрывают ну да тут ножичком ножичком вален пистолетом писем голову втор столько у него там броня но короче буду рукой бить ну да он меня пистолетом ну ладно это такое пока идет возня бойня мы продолжим и так советы по использованию параметров методов интерфейсы между методами это один из основных источников ошибок в одном часто цитируемом исследовании проведенным базили и переконы было обнаружено что 39 процентов всех ошибок были ошибками внутренних интерфейсов ошибками коммуникации между методами ну и дальше будут несколько советов по предотвращению подобных проблем советы советами но мне нужно срочно уколоться передавайте параметры в следующем порядке входные значения дальше изменяемые значения и выходные значения вместо упорядочивания параметров случайным образом или по алфавиту указывайте в списке сначала исключительно входные параметры затем входные и выходные параметры и наконец исключительно выходные параметры такой порядок соответствует последовательности выполняемых в методе операции ввод данных их изменения и возврат результатов но еще как минимум у вас будет всегда некий уже некая конвенция для себя принята когда в начале входные параметры а в конце выходные то есть списке параметра ну параметры это то что когда мы создаем функции думаю вы поняли да там есть параметр также также следует подумать на тем чтобы создать ну если язык не поддерживает собственных ключевых слов in и out то есть помощью которых вы сможете маркировать то есть как бы на ходу документировать входные параметры и выходные но к примеру в языке 7 и си плюс плюс так щас не понял отчета еще не хотят были не тут с вами сейчас секундочку пока пока ну нормально уже два пистолета три пистолета и какие-то патрончики так и чё делать ты готов вынести ну да пойдем ё-моё куда-то вы пришли о а где я сколько их и блин раз-два мудила спрятался блин я наверно с петляю ребятки извините но но мне срочно надо выйти это кто один из охранник она короче типа с этим поразбираются так вот к примеру язык си си плюс плюс не поддерживает ну такие ключевые слова до чтобы помечать это входной параметр или выходной но это можно обойти создание макроса простого макроса define in и define out и перед параметрами которые входящие или выходящие можно четко прописать этот in и out но 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 этот подход имеет два важных недостатка то есть как бы ну чё я могу от себя сказать там применимость его в проектах или насколько ну эффективность применения такого подхода лично для меня сомнительно так как это добавляет лишней писанины и рано или поздно это может надоесть и каждый раз помечать in out и и в результате начнется уже не согласованность в методах в одних это есть в других это нет кроме всего прочего эти ключевые слова in out эти наши define и есть это язык силе си плюс плюс они для большинства программистов будут незнакомыми и соответственно будет некоторая некая путаница может возникать поэтому если вы уже решили это но с другой стороны эти in и out ключевые слова дают вам возможность сразу же понимать что идет на вход какие параметры на вход а какие на выход то есть какие еще внутри изменяются если вы уже приняли решение то следует обдумать это с другими программистами в вашей команде и если это делать то нужно делать и расширять на весь проект ну а в языке си плюс плюс параметры которые только входные можно помечать просто конст ключевым словом конст тогда будет всем остальным понятно что этот параметр не должен изменяться даже если его попытаются изменить внутри функции ну компилятор выдаст ошибку так чё тут получается я только с этим остался еще не походу тех товарищей тоже убили или не убили а ну-ка молод опа опа пошли разберемся пошел блин разобрался их всех убили мне сейчас одному это кто это тайлор с ним походу придется туговато но радует то что он тяжело раненый а не радует это то что то что у меня уже мало стимулятора что еще тут может радовать держи гнида на тебе блин аж больно наверно кулаком бить по броне я думаю он кулаком бьет не не пощечиной при смерти промазал промазал дебил давай давай добивай ооо сбил с ног вот это было неожиданно если так и пойдет дальше то то у меня стимулятора уже нет блин сдохнет сдох так сейчас я его обшарю десерт игл десерт игл хорошая пушка хорошая пушка так сколько у нее урон 10 16 5 12 да но один фиг у меня не прокачано умение сохранимся и пойдем дальше так f5 f5 сколько тут вот это да осталось промазала раненая на тебе и забегу отсюда может она сейчас подойдет эй нормально на тебе промазал на тебе да блин что же вы за пушки сразу хватаетесь а честно на кулаках подраться не падла я наверное это не переживу попробую рискнем сейчас по любому если я ее не убью то то я помру убегаем а чё с этим а этот ранен да да не без вариантов надо сохраняться надо загружаться точнее блин блин печально чё то я не туда побежал ага так ладно если несколько методов используют похожие параметры передавайте их в согласованном порядке порядок параметров может как облегчить так и затруднить их запоминание например в си прототипы методов fprintf и printf различаются только тем что fprintf принимает файл в качестве дополнительного первого аргумента похожие отношения наблюдаются между методами fputs и puts но в fputs файл передается последним это досадное различие только затрудняет запоминание параметров названных методов совершенно верно там файл первым передается а здесь файл последним с другой стороны методы strn c cpu ну copy strn copy строка copy и mem copy в том же си принимают аргументы в одинаковом порядке строка приемник дальше строка источник и максимальное число копируемых байт такое сходство помогает запоминать параметры обоих методов соответственно старайтесь тоже достичь какого-то соглашения для себя либо внутри команды чтобы порядок параметров был максимально одинаковым так дальше чуть дальше давайте попробуем 68 бэмс и я промазал сразу вот лох а ну еще раз бэмс четыречка здоровья бэмс валим на тебе тяжело ранено а блин это тут комната я думаю можно выйти отсюда да нафиг ладно а чё ладно мне надо как-то выйти из этой комнаты они меня загнали в ловушку эти уроды пошли с нами пошли с нами поумирали ладно пошаримся может может что-то где-то найдем это я уже но с другой стороны я тейлора убил самого главного убил блин у меня и не гранаты нифига нету а если а у меня патронов нету вот так вот чё у меня там прокачано без оружия сто процентов холодное оружие это молотый ну да только только вручную драться а а если попытаюсь так вот пробежать ага фиг там валим 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 может кто-то впишется кстати где это я ладно никто не хочет вписываться будем убегать промазал нифига си 14 я тогда наверное сейчас убегу в другую локацию может там чё-то с кем-то поторгую этот куплю стимуляторов и приду до их добью потому что в принципе больше никто на меня не агрится значит можно валить отсюда да ты что не понял а кто ещё кто-то ещё походу на меня бежит надеюсь ты не умрёшь слишком быстро ага фух свалил так сохранимся сейчас пока не буду сохраняться о как раз вот привидение ёлки-палки точно как раз подфартила ночь в чём дело пока кулон а где мне его взять опа чё это такой дневник ухты круто где он может быть да где там где ты его посеяла где он может быть этот кулон такой вопрос странный сейчас можем шкафу вот здесь нет ладно сохранимся ухты пиво рентген ром гамма глоток ничоси но нам это не надо ммм 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 блин а где же этот кулон взять и эта мумия может быть тут но это получается надо взломать а как взломать если этот 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 смотрит ничего не получается она как кража возьму может быть кража не ничего у этого можно воровать нормалек извини друг но мне мне срочно надо это все убери руки не бы куй блина держит откуда реально а чего это за этот за дневник я вспомнил надо пойти на могилу найти эту анну где она там зарыта и выкопать и там этот кулон точно это ж призрак значит кто-то умер этого кого-то похоронили и так и надо найти эту анну мою не тут здесь донни сейчас найдем только карма по идее упадет роб какой-то гарри платтер блин чё-то не вижу это анны а вот она ну что ж попробуем выкопать чё делать чё-то я лоханулся да нету тут никакого кулона блин вот это да действительно лоханулся чё-то мне показалось что должен быть тут кулон может а бах еще раз а мне сегодня вам подарила золотой самый красивый который когда-либо никогда с ним не расстанусь а если еще попробует копать 1 могилу ну так уже знаете болен потерял 5 единиц кармы не надо валить точнее надо больше не выкапывать а ну-ка характеристики карма елки-палки блин грабитель мой могил та не не хочу давайте загрузимся это дело нехорошее с такой кармой так ладно идем дальше используйте все параметры если вы передаете параметр в метод используйте его в противном случае удалите параметр из интерфейса метода наличие неиспользуемых параметров соответствует более высокому уровню ошибок исследования показали что ошибки отсутствовали в 46 процентах методов не включавших неиспользуемых переменных и только в 17-29 процентах методов содержавших более одной неиспользуемой переменной блин в чем дело блин а где же этот кулон реально в могиле нету этот штрих тут постоянно стоит мне кажется что он он в гробу этот кулон но как мне этот гроб блин вот так вопрос так ладно идем дальше по поводу используйте все параметры ну это правило допускает одно исключение правило какое ну типа используйте параметры и какое же исключение при условной компиляции кода из компиляции могут быть исключены части метода использующее некоторый параметр опасайтесь этого подхода но если вы убеждены что все правильно он вполне допустим в общем если у вас есть серьезная причина не использовать параметр оставьте его в списке если такого нет очистите интерфейс метода от примеси но иногда такая одна одна из таких причин по поводу неиспользования параметров ну как бы параметр есть но и он не используется одна из таких иногда причин как бы мы проектируем бывает такое так уж бывает такая жизнь на будущее да там мы предполагаем что в будущем будет параметр один ну какие-то там 123 сейчас мы их не используем мы делаем какой-то либо прототип либо сейчас нужно быстро решить эту задачку ну для дем демо версии может быть еще для чего то то тогда да тогда на будущее мы закладываем уже именно параметров создаем и закладываем такой фундамент можно сказать и в будущем мы видим перед глазами эти параметры мы видим что он он может они могут быть к нему может быть в имя добавлено в конце там он юзет но но мы знаем что нужно его доделать поэтому если вы обнаружили неиспользуемые параметры а компиляторы может в этом подсказать и если нету на то каких-то оснований то убирайте этот неиспользуемый параметр так идем дальше передавайте переменные статуса или кода ошибки последними переменные статуса или переменные указывающие на ошибку следует располагать в списке параметров последними они второстепенны по отношению главной цели метода и являются исключительно выходными параметрами поэтому такая конвенция вполне разумно так так мне нужно где-то этот кулон все таки достать но потому что это не дело кстати ночь а где привидение но я-то понятно делая подремал до выздоровления но так 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 у меня там незаконченные дела конечно остались надо еще до очу это такое кстати постойте постойте еще раз отсюда можно не здесь вот мудила блин так я не прочитал не прочитал так ладно идем не используйте параметры метода в качестве рабочих переменных использовать передаваемые в метод параметры как рабочие переменные опасно создайте для этой цели локальные переменные и работайте с ними ну да совершенно верно если вы входной параметр потом используете как ну к примеру вы прочитали все что надо и потом используете его ну типа для того чтобы там что-то сэкономить но имеется ввиду переменные или еще что-нибудь уже используйте для своих личных целей то это очень плохо потому что впоследствии с модификации метода может произойти так что вы забыли что вы использовали этот входной параметр для своих собственных целей и соответственно те входные параметры уже не те входные параметры они уже изменены а вы об этом забыли вы об этом можете не забыть но об этом может не знать другой программист который будет поддерживать ваш коду и расширять и улучшать вашу программу или просто поддерживать так документируйте выраженные в интерфейсе предположение о параметрах так кто это такой джон на моей территории как угодно отличный винт так что там кто такой тайлор как в день юрина давайте я сохранюсь я в тот раз попробовал этот обокрась того чувака сейчас я попробую обокрасть вот этого как так ничего нету ребята учу а откуда ты товар достаешь который продаешь странные какие-то люди сколько 500 да ты чё дурак это слишком много хочу будет если я куплю я думал я куплю и он подобреет и можно будет по узнавать нет загрузился потому что это не вариант он не подобрел ничем ни нового не рассказал давайте по подожду до утра вот так вот и продолжим тут шарится идти дальше по книге так чё там чё там чё там а документируйте вы выражены в интерфейсе предположения параметрах если вы предполагаете что передаваемые в метод данные должны иметь определенные характеристики сразу же документируйте эти предположения документирование предположений и в самом и в самом методе и в местах его вызова нельзя назвать пустой тратой времени пишите комментарии не дожидаясь завершения работы над методом к тому времени вы многое забудете еще лучше применить утверждение утверждение assertion позволяющие встроить пред положение в код какие типы предположений о параметрах следует документировать ну вот какие вид параметров являются ли они исключительно входными изменяемыми или исключительно выходными единицы измерения дюймы футы метры километры секунды минуты книжечка диапазоны диапазоны допустимых значений смысл кодов статуса и ошибок если для их представления не используется перечисление специфические значения которые никогда не должны передаваться метод на это все то что нужно документировать но не только все то есть это просто примеры ограничиваете число параметров метода примерно семью на 7 магическое число психологическое исследование показала что люди как правило не могут следить более чем за семью элементами информации сразу это открытие это еще исследование было 1956 году 56 году это открытие используется в огромном числе дисциплин поэтому резонно предположить что большинство людей не может удерживать в уме более семи параметров метода одновременно сейчас мы тут поторгу им так вот это кожаная наш по моему похуже да что бы мне тут еще блин полторы штуки надо бы молот впарить 1120 копье 1200 реже к разрядим так вот так вот разрядим 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 так где все разряженные пистолеты вот сколько от 1 стоит тысяч 4 нормалек 10 10 крышек пойдет нормально антир один мне это а подожди к этаж какие-то бронебойные вот меня эти патрончики тоже надо не этой собаки по идее могу если найду дать а 214 более ладно не хотелось крышки тратить потому что вика еще надо выкупить за две штуки крышек так что это за книжка да это пушки и пули по идея у меня сейчас легкое оружие 77 процентов если я сейчас прочитаю эту книженцию то ой как она на 2 процента ну да ладно так ладно идем дальше так вот по поводу 7 параметров метода одновременно ну то есть совет не больше 7 использует на практике возможность ограничения числа параметров зависит от того как выбранном вами языке реализована поддержка сложных типов данных программируя на современном языке поддерживающим структурированные данные вы можете передавать в метод составной тип данных содержащих 13 полей и рассматривать его как один элемент данных при использовании более примитивного языка вам возможно придется передать все 13 полей по отдельности если вам постоянно приходится передавать в методы слишком большое число аргументов ваши методы имеют слишком сильное сопряжение проектируйте методы или группы методов так чтобы сопряжение было слабым если вы передаете одни и те же данные во многие разные методы сгруппируйте эти методы и данные в класс подумайте об определении конвенции именования входных изменяемых и выходных параметров если нужно провести различие между входными изменяемыми и выходными параметрами сформулируйте на соответствующую конвенцию в их именовании например вы можете дополнить их префиксами и подчеркивание м подчеркивание и о подчеркивание программисты по слова охотливее могут использовать префиксы input подчеркиванием modify подчеркивание и output так этот штришок кому-то должен денег камбек его бэк и бэк и а решивы и должны 500 долларов эй слышишь не понял я от бэк и она говорит вы забыли мне нужно из так как подожди к ладно хорошо скостить половину послушай это сотня а где блин а теперь бэки ну вот это на на байке не это рыбака на счет той работы а выплатил долг 200 очков нормально 5 хорошо чем не с кармой в дыре принимает хотя вас и не встречают здесь раз растертыми по крайней кива 1 например вы неплохо писались он юрина уже появилась ну хорошо 200 очков опыта получил до следующего уровня еще немало так чё у нее может у нее еще есть работа дирек взял мне книгу почитать закусочной мамаши ну чё ж победа подожди-ка может я вас не поторгую может не что появилось ничего не появилось ладно пойдем закусочную так идем дальше по книге ну и по игре тоже передавайте в метод те переменные или объекты которые нужны ему для поддержания абстракции интерфейса есть два конкурирующих подхода к передаче членов объекта в методы допустим у вас есть так сейчас отодвину эту бабу например у вас есть объект предоставляющий доступ к данным посредством 10 методов доступа но вызываемому методу нужны лишь три элемента данных вот выпей пиво блин а где дирек вот это наверное был дирек блин он так упал неудобно ник у кого взять книжку это это кто клиент что вы думаете о один из мальчиков спал там несколько лет может она кто джозеф о 114 крышки мне нужны да так нужны что готов блин два пистолета отдать и это че я диркова это пиво о это винт на винт 525 что-то дешево слыша тут продавал за занимало 545 ладно 6 до кинул так вот и туго и туго у меня 6 стимулятор нормальды так вот по поводу того что есть объект предоставляющий доступ к данным посредством 10 методов доступа но вызываемому методу нужны лишь три элемента данных объекта сторонники первого подхода утверждают что метод лучше передать только три нужных ему элемента они считают что это позволяет поддерживать минимальное сопряжение между двумя методами между двумя методами ну между методами и способствует пониманию методов облегчает их повторное использование и так далее они говорят что передача всего объекта в метод нарушает принцип инкапсуляции позволяя вызванному методу использовать все 10 методов доступа сторонники второго подхода утверждают что следует передать весь объект они говорят что если вызываемый метод получит доступ к дополнительным членам объекта это позволит сохранить стабильность интерфейса метода им кажется что именно передача трех конкретных элементов нарушает инкапсуляцию потому что это указывает на конкретные элементы данных используемые методом так то сказала что этого чувака зовут джон или как его во 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 так это бред я куплю ладно вот день за 50 долларов о круто нормально получил кулон теперь надо дождаться полуночи так пока мы дождемся идем дальше так вот стив макконнелл думает что эти два правила слишком упрощены и не учитывает самого важного какую абстракцию формирует интерфейс метод если абстракция подразумевает что метод ожидает три конкретных элемента данных которые по чистой случайности принадлежат одному объекту передайте три элемента по отдельности если же абстракция состоит в том что элементы данных всегда принадлежат конкретному объекту над которым метод должен выполнять ту или иную операцию тогда раскрывая три этих специфических элемента вы и на самом деле нарушаете абстракцию кости но кости это я точно помню их надо сейчас отнести и там была вот эта могила анны сейчас надо выкопать и положить туда короче эти кости вот да и за то что выкопаю именно эту могилу анны ничего не будет карма не падает а вот за выкоп за то что другие могилы копаю то карма падает так ладно идем дальше если при передаче всего объекта вы создаете объект заполняете его тремя элементами нужному методу а после вызова извлекаете эти элементы из объекта значит вам следует передать в метод только три конкретных элемента а не весь объект обычно наличие кода подготавливающего данные перед вызовом метода или разбирающего объект после вызова признак неудачного проектирования метода о а как положить не наверное вот так вот да и и а как зарыть и и о 25 кармы 600 опыта круто и того все же принимают но 18 еще 3000 очков опыта подожди-ка я же турнику убил офигеть так ладно идем дальше если же вам часто приходится изменять список параметров метода при этом каждый раз параметры относятся к одному и тому же объекту в метод следует передавать весь объект а не конкретные элементы так а сколько аж их там а а он походу один да чё если я он без повреждений и это глава похоже бить его буду долго ну да короче еще загружусь это не вариант мне бы сейчас опыта где-то поднять я бы прокачал этот ну легкое оружие и тогда мог бы с ним перетереть как пацан с пацаном на тебе о круто а шаш крутого крутого то тут не особо много он просто упал блин а мне надо было подойти и все гайки они да ладно была не была подлечусь можно его сейчас и завалю так используйте именованные параметры некоторые языки позволяют явно сопоставить формальные параметры с фактическими с фактическими это делает применение параметров более ясным и помогает избежать и помогает избежать ошибок обусловленных неправильным сопоставлением параметров так и что тут дальше дальше куски кода и чё в этом куске кода а ну тут вижу basic тут написано типа объявляется параметр и пишется с координат ну типа сопоставления да такое идет как координата вот но это не все языки поддерживать поэтому поэтому это такое сейчас я лопату уберу и давайте я наверно сбегаю у меня он ремонт 30 в ямуту хотя наверно 30 ремонт еще мало ладно убедитесь что фактические параметры соответствуют формальным формальные параметры известные как так же как фиктивные параметры это переменные объявленные в определении метода фактическими параметрами называют переменные константы или выражения на самом деле передаваемые в метод по невнимательности довольно часто передают в метод переменную неверного типа например целое число вместо числа с плавающей запятой эта проблема характерна только для слабо типизированных языков таких как c при использовании неполного набора предупреждений компиляторов то есть ну и при использовании неполного набора предупреждений компиляторов строго типизированные языки такие как c++ или java или java не имеют этого недостатка. Если аргументы являются исключительно входными это редко становится проблемой. Обычно компилятор при вызове метода преобразует фактический тип в формальный. Если это приводит к проблеме, компилятор обычно генерирует предупреждение. Но иногда, особенно если аргумент является и входным и выходным, передача аргумента неверного типа может привести к серьезным последствиям. Постарайтесь всегда проверять типы аргументов в списках параметров и внимательно изучайте предупреждение компилятора о несоответствии типов параметров. Так. Так. Тут вот комнатка есть. Ну на сегодня наверное все. В следующий раз продолжим. Продолжим. Так. Так. Ладно. Хотя смотрите, может быть давайте, может сегодня чуть затянем, но я уже добью эту главу. Лучше давайте я добью, а в следующий раз начнем с новой. Итак, отдельное соображение по использованию функций. Современные языки, такие как C++, Java, Visual Basic и другие поддерживают и функции, и процедуры. Функция это метод, возвращающий значение. Процедуры значения не возвращают. Кстати, такое было в Паскале, насколько я помню, когда я его изучал. В C++ все методы обычно называют функциями. Но, как бы так оно и есть, в стандарте различий нету. Возвращают какая-то, ну функция какое-то значение или нет. Однако, с точки зрения семантики, функция возвращающая void, то есть ничего не возвращающая, является процедурой. Различие между функциями и процедурами выражено в семантике не слабее, чем в синтаксисе. И именно, семантике следует уделять наибольшее внимание. Когда же использовать функцию, а когда процедуру? Пуристы утверждают, что функция должна возвращать только одно значение, подобно математической функции. В этом случае все функции принимали бы только входные параметры и возвращали бы единственное значение. Функции всегда назывались бы в соответствии с возвращаемым значением. Синус, кастомер ид, скрин хейт и так далее. Процедуры, с другой стороны, могли бы принимать входные изменяемые и выходные параметры в любом количестве. Так что, я тебе купил бухла, и что? Так, ладно, пока она триндит, я читать это не буду, читайте вы. Так вот, процедуры, да, могли бы принимать параметры в любом количестве. Довольно часто можно встретить функцию, работающую как процедура, но возвращающую при этом код статуса. Логически она является процедурой, но из-за возврата значений, официально ее следует назвать функцией. Так, объект report мог бы иметь метод format output, используемым подобным образом. Ну, там типа, если report, format output и туда передается какие-то параметры равно success. То есть, как бы, вроде и процедура, но и как функция, да, типа, возвращает какое-то значение. То вот в этом примерчике метод report точечка format output работает как процедура, в том смысле, что она имеет входной параметр. Но технически это функция, потому что сам метод тоже возвращает значение. В защиту этого подхода вы могли бы сказать, что возвращаемая функция значение не имеет отношения к ни к главной цели функции форматирования вывода, ни к имени метода. В этом смысле метод больше похож на процедуру, пусть даже технически он является функцией. Если возвращаемое значение служит для определения успеха или неудачи выполнения процедуры, согласовано, это не вызывает замечания. Ну, тут есть такая альтернатива, когда эта процедура не возвращает значение, то есть функция, а принимает один входящий параметр и выходящий. То есть, как раз выходящий и записывается результат работы функции. Так, ну, ух ты, посмотрите, я с ней потрындил 350 очков опыта, получил, круто. Давайте сохраним. Ну, Стив Маконова пишет, что он предпочитает именно такой подход. То есть, когда процедура, если эта процедура, она, если и возвращает какое-то значение, то не с помощью ретурна, а с помощью вот этого входного параметра, она что-то возвращает. Так, возврат значения из функции. Использование функции сопряжено с риском того, что функция возвратит некорректное значение. Обычно это объясняется наличием нескольких путей выполнения функции. Один из которых не устанавливает возвращаемого значения. Следуя советам Макконнелла и Стива, вы сведете этот риск к минимуму. Проверяйте все возможные пути возврата. Создав функцию, поработайте в уме каждый возможный путь ее выполнения, дабы убедиться, что функция возвращает значение при всех возможных обстоятельствах. Не целесообразно инициализировать возвращаемое значение в начале функции. Значением... Опа, опа, он отошел. Взлом. Блин, а как на двоечке? Давайте взломаем. Сейчас, прошу прощения, но охранник отошел от двери. Ой-ой-ой-ой-ой. Я понял. Ждем, колядуем, торгуем лицом, пока охранник опять не отойдет. И будем пробовать взломать дверь. Точно. Так, не целесообразно инициализировать возвращаемое значение в начале функции значением по умолчанию. Это будет, точнее, целесообразно. Это будет страховкой на тот случай, если функция не установит корректное возвращаемое значение. Не возвращайте ссылки или указатели на локальные данные. Как только выполнение метода завершается, и локальные данные выходят из области видимости... А ну-ка, если 10 минут поспать. Чего-то ничего не произошло. Как часто он отходит от... Ладно, постоим. Как только выполнение метода завершается, и локальные данные выходят из области видимости... Ссылки и указатели на локальные данные становятся некорректными. Если объект должен возвращать информацию о своих внутренних данных... Пусть он сохранит ее в форме данных членов класса. Реализуйте для него функции доступа, возвращающие данные члены... А не ссылки или указатели на локальные данные. Ну и в принципе, что у нас тут? Тут макросы, я это зачитывать не буду. И давайте контрольный список. То есть, уже завершим эту главу. И здесь контрольный список о высококачественных методах. Итак, общие вопросы. Достаточно ли причина создания метода? Все ли части метода, которые целесообразно поместить в отдельные методы, сделаны отдельными методами? Имеет ли имя процедуры выразительный глагол плюс объект? Описывает ли имя функции, возвращаемое из нее значение? Описывает ли имя метода, все выполняемые в методе действия? Задали ли вы конвенции именования часто выполняемых операций? Имеет ли метод высокую функциональную связность? Решает ли он только одну задачу или и хорошо ли он с ней справляется? Имеет ли методы слабое сопряжение? Являются ли связи метода с другими методами малочисленными, детальными и заметными и гибкими? Обусловлена ли длина метода его ролью, логикой, а не искусственным стандартом кодирования? Так, я тут просто стою и жду, пока охранник свалит. Я просто попробовал по 10 минут поспать. Что-то он не сваливает, значит надо постоять подождать. Потому что вот тут дверь какая-то, что-то он охраняет. Если получится туда забраться, то я думаю, что-то мы там можем найти. О, или надо успеть, когда он идет, сохраниться. И тогда просто загружаться, загружаться и пытаться взломать дверь. Так, ладно, дальше. Это были общие вопросы, а теперь передача параметров. Тоже вопросы. Формирует ли в целом список параметров метода согласованную абстракцию интерфейса? Разумно ли упорядоченные параметры метода? Соответствует ли их порядок порядку параметров аналогичных методов? Документированы ли выраженные в интерфейсах предположения? Метод имеет 7 параметров или выше? Ну, или больше, или меньше? Все ли входные параметры используются? Все ли выходные параметры используются? Не используются ли входные параметры в качестве рабочих переменных? Если метод является функцией, возвращает ли он корректное значение во всех возможных случаях? То есть, это контрольный список вопросов. Ну, и завершает главу такой разделчик под названием «Ключевые моменты». Итак, самая важная, но далеко не единственная причина создания методов – улучшение интеллектуальной управляемости программы. Сокращение кода – не такая уж и важная причина. Повышение его удобочитаемости, надежности и облегчение его изменения куда важнее. Иногда огромную выгоду можно извлечь, создав отдельный метод для простой операции. Связанность методов можно разделить на несколько видов. Самое лучшее – это функциональное, достижимое практически всегда. Имя метода является признаком его качества. Плохое, но точное имя часто указывает на плохое проектирование метода. Плохое и неточное имя не описывает роль метода. Как бы то ни было, плохое имя предполагает, что программу нужно изменить. Функцию следует использовать тогда, когда главной целью метода является возврат конкретного значения, описываемого именем функции. Добросовестные программисты используют методы макросы с осторожностью и только в крайнем случае. Здесь просто были примеры макросов. Я их не зачитывал, так как там куски кода есть. Ну и плюс я не сторонник использовать макросов. То есть как иногда я их использую, но только тогда, когда других вариантов нет. Либо когда есть другой вариант, ну к примеру не использовать макрос, но это может обойтись большой кровью. То есть нужно много чего понаписывать, много чего сделать, протестировать и все такое. Соответственно, иногда лучше использовать макрос. Так, лучше использовать макрос, который облегчит жизнь. Вот. Так, а я все жду, пока этот охранник не отойдет. Потому что хотелось бы взломать комнату и узнать, что же он там охраняет. Может быть там упаковка стимуляторов. А мне она нужна. Я бы сейчас пошел, добил Тайлора этого негодяя. Заработал бы. Каких-то там, какого-то опыта. Ну и все такое. Так. Так, так, так. Что-то он долго не идет. Ну да ладно, на сегодня тогда уже можно все. Я тут еще сейчас чуть-чуть подожду. Если после того, как я завершу запись, и он вдруг сорвется и пойдет, то, короче, я взломаю эту дверь. Уже без вас. Конечно же, зайду, гляну, что там. Ну, а продолжать играть не буду. Продолжим вместе с вами. Дальше, в следующий раз. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.